Как известно, в марте прошлого года в областном центре были созданы два района, Астана и Алматы. В состав Алматинского района вошли территории трех бывших сельских округов, Кургалы, Благодарный, Курэли, а также старая часть города. Всего на сегодняшний день здесь проживают около 220 тысяч человек. В прошлом году в районе были реализованы институционные проекты на общую сумму свыше 3 миллиардов тенге. В результате было трудоустроено 170 человек. Активно решаются и социальные вопросы. В прошлом году открыли четыре большие школы в селах Ясна, Акжар-2, Казалжар и в районе ГМЗ. Кроме того, ввели в эксплуатацию четыре амбулатории. В текущем году планируем активнее заниматься решением проблемы трехсменного обучения. Так уже готова проектно-осметная документация настретится при сроке в школе номер 53. В планах открыть новое общеобразовательное учреждение в микрорайоне Нурак-Тубе, этажи в селах Бекул-Баба и Украинка. Что касается села Акжар-2, по словам сельчан, здесь имеется ряд нерешенных проблем. Актуальными являются вопросы ремонта и строительства дорог, работа общественного транспорта и ряд других направлений. У нас здесь ходит 42-й маршрут общественного транспорта, но хотелось бы, чтобы интервал движения немного сократили. Людям приходится долго ждать автобуса. Кробинтово внутри поселковой дороги нужно хотя бы щебнем засыпать. Поликлиника в селе маленькая, это же актуален вопрос организации уличного освещения. Но в целом можно ответить, что все проблемные вопросы постепенно решаются. Основными проблемами жителей остаются качество дорог, работа общественного транспорта и уличное освещение. По всем этим направлениям проводится работа. В прошлом году был осуществлен ремонт дорожного полотна на 10 улицах. Касательно ремонта дорог и освещения проводим анализ и отправляем соответствующие заявки в отдел ЖКХ. Отчетные встречи Акима Ламадинского района будут продолжаться до 5 февраля. Николай Сырбов, жена Дельца Гиев, телеканал Октюбе.